Айоу-йоу-йоу, с вами я, Лёха Мото Вьетнам. Как всегда, сейчас поговорим немножко о недвижимости. Вот позади меня построили Мунтань Океанус. Мы сейчас на Студенческой улице, да, и вот здесь опять еще одну высотку захреначили. Не знаю для кого, общежитие там будет или нет. Океанус, это три корпуса прямо на набережной, вот, прям за ними строятся еще корпуса, как вы можете наблюдать, да, сломали весь вид, перегородили всю-всю, всю набережную, всю набережную перегородили. И более того, они еще, за счет того, что они сделали их безумно высокими, после обеда тень от них закрывает весь пляж, пляжную линию, да. А, собственно говоря, потому что здесь с 11 до 2, грубо говоря, самое злобное, жуткое солнце в Ничанге, да, на пляже находиться невозможно. Либо только в теньке, либо с кремами. Даже крема-то особо не способна. И что приходится делать? Время для загара, собственно говоря, остается только с 7 утра до 11, да, в утренние часы. И в вечерние после, ну, с 2 часов до 5 до 6, да, в 6 уже солнце заходит. Соответственно, на южной стороне, вот и господи, на северном пляжу практически находиться теперь стало невозможным в вечернее время, ну, в послеобеденное. Потому как в погоне за сверхприбылями они рубанули их там чуть ли не под 50 этажей, 45 или 46, и тень от них перекрывает половину пляжа, если не весь. Ну, вот, собственно говоря, таким образом алчное правительство, нет, алчная администрация и, как бы, не менее алчные застройщики обосрали, грубо говоря, весь отдых и загар на севере города. Сейчас я посмотрю, дошел ли я до моста, чтобы продемонстрировать вам, насколько сильно тень падает на пляж. Время сейчас, время сейчас, час 33, половина второго, и вот-вот-вот-вот-вот мы подходим. Вот эта вот эстакадка, смотрите, с правой стороны у нас центральный и южный Ничанг, а слева... Да? 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 Вот, пожалуйте, вот Мунтань-Океанус, а вот он, пляж. Видите тень? Тан-таран-тан, тан-таран-тан. Это был Лёх Мото-Вьетнам из Ничанга.